Мои хорошие, всем приветик! Всем приветик! Я только с туши, голова просохла, я её вытираю и потом полотенцем промокаю хорошо и расчесываю. Только с туши. Мои уехали, уехали в гости. Поехали в гости, где-то после обеда будут. У меня сейчас работа, у нас сейчас сколько времени? Сейчас я вам скажу сколько. 11.55 у нас. У меня с пол первого по 5 вечера у меня работа онлайн. Мои уехали, я как раз буду работать, они приедут. Надо что-то приготовить, чтобы еда была. Сейчас я видео запишу и успею приготовить. Собиралась в душ дома, в чём мать родила. Совершенно голая была. Но никого дома нет, могу себе позволить. Кстати, я в своей квартире в Харькове всегда голая ходила, особенно летом. Ну и зимой, зимой тепло было. Тело должно дышать. Тело должно наслаждаться кислородом. Обогащаться кислородом. Собираюши в душ, уже лежала немного. Мои уехали сегодня в 8 утра. В 8 утра я их выпроводила. Легла, отдохнула. Потом встала, кофеёк заварила. И в двери звонят. Звонят в двери. Я в глазок смотрю, иду, в чём мать родила. И думаю, как я им открою дверь, если я в костюме Ева. Ну, представьте, в костюме Ева я им буду дверь открывать. Ну, вообще уж. Халатика у меня, кстати, нет. Нету халатика накинуть. Я через дверь, через переводчик у них спрашиваю. У меня даже осталось. Короче, ничего не поняла, что они сказали. Единственное, я поняла, что это за интернет. Я им вот перевела. Сейчас там вам послушать. Я думаю, его услышали. Я ещё раз могу. Через гугл-переводчик. Через дверь им дала послушать. Они послушали и ушли. Послушали меня и ушли. И, точнее, переводчик послушали. А что я им буду открывать дверь? Во-первых, я их не понимаю. Во-вторых, я не рассчитываю. Я гостей в дом не ждала. Сама осталась одна. И думаю, что я им буду дверь открывать. Если что, то в двери можете оставить записку. Потом пойду, где-нибудь переведу её. Что от меня хотят. С интернетом вроде проблем нет. У вас загружаю. Интернет есть, свои поесть, всё есть. Вот эта тушь приняла. Привела себя в порядок. Она оделась и решила к вам выйти. Решила с вами поговорить. Сегодня хочу поговорить с вами про одну девочку. Анастасию. Я думаю, вы её знаете. Персона известная. С канала Аня Настя Лайв. Я вчера такое узнала. Вчера же я Ане позвонила. Эфир вот это вела. Аня мне пишет на Вайбер. Она ходила со мной поговорить по Вайберу. Эфир провела по видеосвязи. Позвонила. Поговорили по видеосвязи. Мы общаемся. Как мы вообще с ними познакомились? Сейчас вам расскажу. Я на них была подписана в том году. Ну, примерно где-то с января месяца. Мне в рекомендации их канал пришёл. Я подписалась. У меня тогда не было ни канала, ничего. У меня точнее канал был, но ни видео, ничего, ни подписчиков на канале не было. Пользовательский аккаунт у меня был. Я к ним сразу подписалась, заходила на канал, смотрела видео, писала хорошие комментарии, лайки ставила. Ну, как обычно, как обычно, хорошие сети ли поступают. И что хочу сказать. Мы вот так начали общаться. Потом я уже этот канал начала вести. Точнее, Стасик сначала начал канал вести. Канал ещё он подписал Стас. Точнее, я подписывала по его просьбе. Я у них на эфирах смотрела эфиры, писала. И мы вот так начали общаться. Потом мы начали близко общаться. Ну, как близко. Ну, в соцсетях. В Вайпере, точнее. Мы начали общаться. Девочки хорошие. У нас, конечно, и конфликт был. Ну, все люди, все люди. У меня тоже друзья. Сколько друзей есть? С кем-то по скандали, с кем-то помирюсь. Ну, все мы люди. Все мы не без греха, как говорится. Вчера позвонила мне Аня. Точнее, я ей после эфира. Я говорю, Аня, я эфир веду. Но сейчас неудобно говорить на публику. Эфир проведу, наберу. После эфира набрала, поговорили. Там она у меня за канал спрашивала. Я ей советую. Она вот это видео последнее она выпустила. И спрашивала, стоит ли его выпускать или нет. Опубликовывать. Я говорю, конечно. Я то видео смотрела, где Настя сказала, что померангну за то, что... Ну, это, я не знаю, она говорит, что я вообще, я Ане советую на комментарии не реагировать. Вот я лично на своем канале, я могу там, я читаю все комментарии. Все комментарии читаю. Но если я вижу, что человек глупость какую-то моросит, что человек какой-то глупый и ерунду пешит, я это никогда близко к сердцу не приму, потому что все мы люди и люди разные. Я не 100-долларовая купюра, чтобы я всем нравилась. Это пояс сумасшествия, если я всем буду нравиться. Есть люди, кому я нравлюсь, есть люди, кому я не нравлюсь, есть люди, которые мне завидуют. Это любого публичного человека, ну, такая участь. От этого никуда не деться. И что я хочу сказать? Хорошая прическа у меня. Пишут, кстати, за мою челочку пишут. Мне нравится, просто сильно вот это, сильно ее обскупли мне. Ну, челка хорошая, хорошая. Мне нравится. Волос я не крашу, еще разговариваю. И что хочу сказать? Разговариваю насчет видео. Аня у меня спрашивает, закрывать канал, не закрывать. Я говорю, Аня, ну ты головой подумай. Если ты пойдешь тут на работу в Германии, ты эту работу с собой в Украину не увезешь. Или же в другую страну ты переедешь, ты эту работу с собой не увезешь. Ты то, что в Германии заработаешь, ты в Германии и оставишь. И поедешь в Украину с кукишем, ты ничего с собой не заберешь отсюда. Ни работу, ни деньги, ничего. Что заработала, то и оставила. Я рассказывала уже, встретила где-то месяц назад, встретила свою одногруппницу. Мы вместе на курсы ходили в 22 году. Я на курсы, я еще раз повторюсь, на курсы я ходила, я один модуль. И то я его до конца не прошла. Я потом нашла работу онлайн и пошла на мини-джоп. А с курсов я ушла, потому что курсы, они ничего не дают. Они совершенно ничего не дают. И что хочу сказать, я не говорю. Работу найдешь, не найдешь, это твоё. А, ту женщину я встретила в своих курсах, украинка тоже, выучилась на Б2, по-моему, стала экзаменом. У неё язык хорошо пошёл, она хорошо запоминала всё, выучилась. И по итогу вот это встретили совершенно случайно. Ну, в одном районе мы с ней живём. И встретились. И что она мне говорит? Она говорит, Кая, вот я хорошо, ну как хорошо, ну, по сравнению с другими, она хорошо язык выучила. Она ещё тогда, когда я ходила, она же проехала хорошо на немецком. Ну, по сравнению с другими учениками, можно так сказать. И она говорит, вот, я пошла на работу, устроилась, обещали одно, платят другое. Мне этих денег вот реально хватает только на продукты питания. Я себе не могу позволить даже лишнюю кофточку купить. Хотя человек-то, она, вот, я лично, я могу в одном и том же ходить, мне оно по барабану. Я, конечно, равнодушна. У меня нету такого сатарица, вот это разные вещи, каждый день обновки. Я вот, у меня домашняя кофточка, нерватая, хорошая, качественная кофточка, а главное ткань хорошая, которая дышит. Которая дышит. Я мне хожу, постирала, быстро сохнет ткань такая, что очень быстро сохнет. Она же говорит, говорит, я себе позволить лишнего не могу. Я же, и говорит, что вот я работаю, я света белого не вишу. Я тебе так советую, так советую, говорит, ты вовремя ушла с курсов, ты себя реализовала, и ты не зависишь ни от кого. А я совишу, я отработатель, я как рабыня, говорит, я как рабыня. Я же говорю, люди, которые рвутся на работу, они не думают, что работы им хватит ровно на... Ну, мне тоже. Мой доход мне хватает, просто у меня семья, из-за этого у меня меньше доход получается. Если бы я одна жила, мне бы мой доход головой похватил на Германию. Но дело не в этом. Я о ней говорю. Если ты сокроешь канал, потом восстанавливай канал, это очень сложно будет. Ты радуйся, говорю, радуйся, что у тебя такой шанс есть, что ты связана с Ютубом, что у тебя партнерская... что у тебя договор подписан с Ютубом. Это всегда. Ты переедешь в другую страну, у тебя твой доход останется, у тебя канал останется. Ты вернешься в Украину, ты будешь знать, что ты без копейки не останешься. Ну, Аня, взрослая девочка, я думаю, она сама... Ну, разберется. разберется. Но я еще раз говорю, я уверена, Аня посмотрит видео. И я еще раз повторюсь, Аня, лучше канал не закрывать. И что хочу сказать? Мы по видеосвязи общаемся. И что Настя учудила? Настя ж у нас не курящая с недавнего времени. И что ж, и мне, говорит, не писала, Аня, надо бросать курить, надо бросать курить. Я вот просила, и тебе советую просить, и Аня, советую и тебе. И тут же мы говорим с Аней по видеосвязи, и смотрю, это мадам стоит, сигаретает в зубах и курит. Аня еще как-то так телефон на нее повернула, они где-то во дворе стояли, и она на нее телефон повернула, и так, смотрю, мадам стоит, сигаретка и курит, и дым выпускает. Я в шоке была. Я говорю, что Настя курит? Аня на меня такие, Аня сразу телефон перетвинула, говорит, нет, нет, я говорю, я же своими глазами видела. И она ей говорит, все, Настя, ты спалилась. Я говорю, вот зачем, зачем вот эта переподня, что ты бросила курить? Курить, во-первых, я ей говорила, я ей писала, я ей с Настей, я ей с Аней Абжейс, я ей писала, писала, что просить курить, это нереально, в наше время это нереально. Если ты настроилась на то, что просить курить, ты лучше сделала это по чуть-чуть, ограничь количество сигарет. Например, ты курила 20 сигарет, покури 15 сначала, потом 10, потом 5, и вот так постепенно бросать курить. Так резко, она действительно, она мне сказала, я действительно пыталась просить курить, у меня хватило на один день ровно. Я, конечно, в шоке была, это просит меня, Аня же, я это все говорю, но выговориться я обязана, потому что вот это, я в шоке, конечно, была, она поворачивает на нее камеру и та с сигаретой, мадам стоит, с сигареткой курит. Я говорю, а кому ты тринькишь, ты не куришь? Я в шоке. Я в шоке, конечно. Так что вот так, я что же говорю, я человек курящий, и я просать курить пока не готова. Ни морально, ни физически я курить, просать не готова. Утром вот просыпаешься, не завтрак, ничего, просто первым долгом кофеек и сигаретка. Хотя никому, кого не, никому не пропагандирую курение. Так что вот так. Вроде все вам рассказала, вроде все сказала. Сейчас буду готовиться, ноутбук на зарядке, заряжу ноутбук и приступлю к работе. Боже, какая я счастлива, какая я счастлива, что я ни от каких начальников. Не, я завешу, конечно, от людей, которые мне работу предоставили, от налоговых я завешу, от всего завешу, но я счастлива в том, что я каждое утро не встаю по будильнику, не иду на работу и не завешу от того, что мне зарплату соплатят, не соплатят. Не завешу от этого графика, от этих перекуров, потому что вот я лично, я когда работала, когда я ходила на работу, я всегда, я умудрялась прямо на работе покурить, потому что организм требует сигареты, ты хочешь, и я нарушала, признаюсь, нарушала я правила, я курила прямо на работе. Ну, если оно хочется, я лично себя отказывать не собираюсь ни в чем. Хочу курю, хочу пью, хочу ем. Это мое личное дело, и я себя, на данный момент у меня такая работа, я встала от ноутбука, пошла, покурила. Меня никто не держит силой после него. Я в своей квартире, точнее, не в своей, я варентованной, но буду я в своей квартире. Я встала, я даже в своей квартире могу прямо в комнате курить. Я, кстати, в своей квартире всегда на кухне курила, у меня вытяжка хорошо работала, у меня проблем с этим не было. Никогда в квартире запах сигарет не стоял. И гости ко мне приходили, я всегда позволяла в квартире курить. Так что вот так. Ой, всем хочу пожелать легкой недели, хорошего настроения. Кто не подписан, обязательно подпишитесь на канал. Всем позитива, всех обнимаю и люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!